Машинист башенного крана, упавшего в октябре прошлого года, оказался единственным, кто признал свою вину в трагедии. Напомним, ЧП произошло 26 октября на улице Жукова. Многотонная конструкция рухнула на проезжую часть, раздавив два автомобиля, Тойоту и Газель. Погибли четыре человека, двое, а среди них и машинист, попали в больницу. Как выяснили следователи, у строительного крана были проблемы с тормозной системой, поэтому он не смог остановиться и рухнул на дорогу. Техника работала на объекте группы компании «Жилстрой Джастфит Лайф» и учредитель Виктор Полукаров. Как заявляет он сам, к тому времени со всех постов компании уже был уволен. Обвинения были предъявлены также директору компании, начальнику строительного участка Сергею Масленкину. Все они тоже заявили о своей невиновности. Машинист Федор Елькин уверяет, работать на неисправной машине его вынудили. Из показаний Елькина следует, что он вынужден был выполнить указания Масленкина, начальника участка, который находился непосредственно на строительном участке, руководил этими работами, так как боялся, что если он откажется, то он будет уволен. Продолжение следует...